Профессор Хайнс, фотограф из США, официальный инструктор Adobe Lightroom и спикер Adobe Max с 2020 года, а также ведущий фотограф музея Мадам Тюсо в Нью-Йорке с 2022 года. Одним из его изображений была заставка Adobe Lightroom в 2021 году. Мистер Хайнс выделяется своими масштабными интересными снимками, а его обработку можно разгруппировать примерно на три составляющие. Так атмосферные пейзажи он обрабатывает с добавлением фиолетовых оттенков. В городские сюжеты в тонировку добавляет немного зеленого цвета. Снимки же архитектуры выделяются такими брутальными черными контрастными оттенками. Такое различие в тонировке неспроста, потому что каждый жанр требует определенных рецептов, о которых я периодически рассказываю в своих видео. И сегодня, друзья, мы с вами разберем одну из фотографий мистера Хайнса, подберем нужную тонировку и создадим пресет, который вы будете накладывать на аналогичные снимки. Ну а если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть на мой сайт и забрать подарочный набор пресетов Desire. Ну и по уже сложившейся традиции, записанный пресет я отправляю в папочку YouTube, который входит в большой авторский сет 1000 пресетов плюс. Что в себя включает большой авторский сет, ты также можешь ознакомиться на моем сайте. Но в любом случае, всем абсолютно будет полезно и интересно пошагово пройти эту обработку и сохранить свой собственный пресет. Ну а с вами, друзья, как всегда, Серджио, и мы не будем больше терять времени, и приступим уже к обработке. Поехали! Итак, друзья, перед нами фотография мистера Хайнса. Мне удалось ее найти, но единственное, что это не RAW файл, это JPEG. Ну, тем не менее, это первый источник от самого автора, и мы приступаем к обработке. Итак, друзья, мы с вами будем создавать такую слегка синеватую тонировку, а сам исходник, он немного фиолетовый. Поэтому давайте мы температуру сделаем слегка похолоднее, и верхний значок температуры уйдем в сторону синего цвета, где-то примерно, ну, не сильно, пожалуй, на минус 9. А оттенок сдвинем от фиолетовых оттенков в сторону зеленых. И это значение будет у нас, пожалуй, ну, я думаю, минус 4 будет достаточно. Далее, друзья, экспозицию и контрастность трогать не будем, по крайней мере, пока, может быть, позже к этому вернемся. Переходим в светлые области, сдвигаем ползунок влево, примерно на значение минус 80. В светлых областях мы убираем ползунок влево, для того, чтобы добавить информации в светлых участках. Видите? Вот так вот информации практически нет. А уведя влево, мы получаем с вами цвет и полутона. Итак, минус 80. Тени, наоборот, проявим. И так как мы будем потом работать с кривыми, а кривые добавляют контрастности, тени давайте осветлим до значения плюс 100. И мистер Хайнс свои снимки делает достаточно контрастными. И чтобы добиться контрастности такой же, как у него, мы белый с вами уведем вправо на плюс 17, а черный уведем влево. И таким образом получим дополнительный контраст. У меня это будет значение минус 25. Текстуру четко здесь мы ничего трогать не будем, красочность трогать не будем. Добавим немного насыщенности до значения, пожалуй, плюс 10. Теперь мы давайте перейдем в тоновую кривую. Нам понадобится кривая RGB. И мы добавим немного контрастности. И сделаем фотографию более атмосферной за счет изгиба кривой RGB в виде небольшой, слегка изогнутой буквы S. Для этого мы с вами самую нижнюю точку, точку черного, слегка поднимем примерно до значения 7. И сделаем тени не такие жесткие. После чего точку на пересечении крайних квадратов немного прижмем вниз. Точку между ними тоже слегка прижмем. Вот таким вот образом. Смотрите, чтобы ваши тени сильно не провалились. Мы все-таки должны с вами различать полутона, и убивать их не стоит. И далее, друзья, в светлых тонах, это примерно вот здесь вот, мы поднимем немного вверх. И, друзья, если на вашей фотографии дома немного покосились, нажмите в трансформации кнопочку авто, и поворот сделайте на минус 0,4. Фотография выровняется так же, как у меня. Едем дальше. Итак, друзья, мы в панели HSL. Теперь нам необходимо поработать с цветом. Вы видите, у нас какая тут каша из всевозможных оттенков. Здесь есть и зеленые, и фиолетовые оттенки, и аквамариновые. Каких только нет. Но, как вы знаете, наш глаз лучше воспринимает комплементарные пары. И мы будем с вами делать Teal and Orange, именно стремясь к тому, чтобы получить ту самую комплементарную пару. И что мы для этого делаем? Давайте красный цвет в тональности мы сделаем слегка оранжевым. И это будет у нас значение плюс, пожалуй, вот так вот, плюс 19. А оранжевый, давайте посмотрим, что нам сделать с оранжевым. Давайте оранжевый мы, наоборот, уведем в сторону желтых оттенков. Оставим на значение плюс 5. А желтый уведем влево, в сторону оранжевых оттенков. И сделаем его где-то примерно на значении, ну вот, пожалуй, минус 1. Наши цвета выровнялись, но это еще не все. Давайте мы кое-где поприжмем с вами зеленый цвет. Для этого сделаем зеленый больше аквамариновым. Тональность сдвинем до значения плюс 15. Цвет морской волны уведем в сторону синих оттенков до значения плюс 6. Синий же, наоборот, с вами уведем влево до значения минус 12. Таким образом, получим дополнительный баланс. Вот из этих цветов сделать очень похожий один цвет. Такой синий и слегка-слегка с аквамариновым оттенком. Далее, друзья, у нас кое-где с вами встречается фиолетовый цвет. И чтобы избавиться от него, мы давайте подвинем тональность фиолетового цвета. Где-то примерно на значение минус 46. А пурпурный уведем в сторону красных оттенков на значение примерно 25. Давайте посмотрим, друзья. Было, стало. Было, стало. Вы видели, как мы с вами избавились от фиолетовых оттенков и оставили такой классический красивый Тиланд Оранж. Но это еще не все. Двигаемся дальше. И мы теперь в насыщенности. Давайте красный немного прижмем, чтобы вот он не был такой здесь слишком огненно-яркий. Где-то примерно на значение, пожалуй, минус 22. Далее, оранжевый с вами наоборот добавим. Сделаем его плюс 22. И сделаем его где-то примерно, наверное, 10. Желтый с вами не трогаем. Зеленый. Зеленый вот здесь у нас кое-где встречается. И он выглядит не очень красиво. Мешает нам составить цветовую идиллию. И мы зеленый прижимаем где-то примерно на значение минус 58. Далее, друзья. Давайте мы с вами уберем излишний цвет морской волны. И мы его слегка прижмем. Примерно где-то на уровень, пожалуй, минус... Ну, пусть это будет значение минус 45. Наверное, вот так вот. Синий тоже прижмем. Видите, у нас синего сколько много. Итак, синий убавляем. Примерно на значение, наверное, минус 50. На фотографии еще слишком много фиолетовых оттенков. Давайте мы с вами прижмем. Где-то на значение примерно минус 60. И пурпурный. Вот видите, у нас окрашено вот здесь вот справа здание. Вот здесь вот свет. Мы тоже прижмем. Ну, пожалуй, тоже где-то на такое же значение. Пусть будет тоже минус 60. Теперь мы давайте вот этот весь цветной свет светящегося вечернего города сделаем слегка поярче. Перейдем в яркость. И красный сделаем посветлее на значение. Давайте. Давайте посильнее, чтобы вот этот вот у нас шлейф, вот этот свет стал поярче, поинтереснее. Ну, сильно, конечно, делать не будем. Плюс 30. Далее, друзья, оранжевый. Видите? Давайте сделаем тоже его поярче. Я думаю, что это будет значение плюс 20. Желтый трогать с вами не будем. Зеленый. Давайте, чтобы еще сильнее обесцветить зеленый, сделаем также его поярче. Примерно на значение плюс 10. Цвет морской волны не трогаем. Синий сделаем поярче. И, пожалуй, где-то я остановлюсь на значении плюс 31. Фиолетовый и пурпурный тоже сделаем поярче. И так давайте фиолетовый, пожалуй, плюс 25. Пурпурный осветляют здания, которые у нас стали какими-то серыми. Плюс 25. Таким образом, тоже можно работать с контрастностью, что мы с вами сейчас и делаем. Итак, друзья, мы с вами поработали с цветом. Двигаемся дальше. Переходим в цветокоррекцию. Давайте поработаем с тенями. И мы сейчас с вами фотографию будем закрашивать в теплый цвет. Давайте в тени добавим вот таких красно-оранжевых оттенков. Но не сильно. Где-то примерно у нас тональность будет 11, а насыщенность 7. И мы с вами благодаря этому получаем вот такой вот черный красивый цвет. Далее переходим в средние тона. В средних тонах давайте сделаем насыщенность побольше. И посмотрим. Здесь у нас практически окрашиваются здания. И мы с вами применяем тонировочку, наверное, на оттенки 55. Вот более такой нейтральный цвет у зданий появился. Насыщенностью давайте поиграем. Чтобы сильно в желтый не уходил, сделаем примерно где-то его... Ну, пусть будет 25. Теперь переходим в светлые области. Давайте также насыщенность слегка поднимем. И теперь давайте в светах мы тоже будем избавляться от излишнего синего. И сделаем посветлее. Я думаю, что тональность у нас будет на значении 57. Насыщенность 18. Светлые участки сделаем слегка поярче. Но не сильно. Буквально на значении плюс 7. Теперь давайте поиграемся со смещением. Сделаем фотографию еще более теплой за счет смещения ползунка на значение 100. А балансом сдвинем влево и получим более интересные темные участки. Это будет значение минус 5. Давайте, раз уж мы находимся в деталях, добавим немножко резкости. Пожалуй, 65. И теперь переходим в самое интересное, друзья. Нам понадобится тоновая кривая. Переходим в красный канал. В красном канале у нас находится кривая. Она пока прямая. Вы видите, здесь находятся квадраты. И на их границах, чтобы нам удобнее было, мы сделаем разметку в виде точек. Точка черного у нас уже стоит на кривой. Мы поставим точку, которая отвечает за тени. Средние участки. Светлые участки. И белая точка уже стоит. И теперь, друзья, удерживая клавиши Alt и Shift, мы с вами точку в тенях двинем немного вниз. Смотрите, чтобы вас сильно не ушло в циан. Буквально совершенно чуть-чуть. У меня она встала на координаты 63 и 56. Точку в средних тонах мы поднимем немного выше. Прям чуть-чуть. И у меня здесь будут координаты 130 и 136. И здесь, пожалуй, у нас все. Зеленый канал мы давайте пропустим. Ничего в нем делать не будем. Перейдем в синий канал. И сделаем такую же разметку. Итак, тени, средние участки, светлые участки, черные и белые стоят по умолчанию. И теперь точку, которая отвечает за тени, потянем слегка вверх, чтобы добиться красивого синего цвета в тенях. Ну, пожалуй, вот таким вот образом. Ну, как вы видите, наша фотография стала становиться вся немного такой синеватой. Поэтому средние участки мы с вами подвинем слегка вниз. И светлые участки тоже сдвинем слегка вниз. Для того, чтобы получить холодный, красивый, брутальный оттенок в темных и теневых участках изображения. И в средних и светлых участках более теплые, мягкие оттенки. Ну, что ж, друзья, на этом обработка у нас закончилась. Давайте посмотрим, какая фотография была до, какая стала после. До, после. И теперь нам осталось сохранить пресет. Добавляя плюсик, создать стиль. При сохранении пресетов, друзья, снимите галочки с автонастройки, обработкой профиль, баланс белого экспозиция. Коррекцию дисторсии, кроме удаления хроматических аберраций. Смотрите, чтобы не стояли у вас галочки на всем блоке трансформация. Эффекты, виньетку и зернистость сохранять можно. Калибровка, это в панели снизу, мы ей не пользовались, но она тоже может стоять. Высокий динамический диапазон выключаем. Маскирование, если какое-то было, тоже с вами выключаем. Мы все это отключаем, потому что это слишком индивидуально. И это должно настраиваться на каждое изображение, в зависимости от его геометрии, сюжета, яркости, баланса белого и так далее. Присваиваем название пресета, нажимаем создать. И владельцам большого авторского сета 1000 пресетов плюс улетает 4 вариации различной обработки в стиле профессора Хайнса. Ну и на этом, друзья, все. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Обязательно пишите в комментарии, что вам не понравилось. Для того, чтобы вашу конструктивную критику я учел при создании следующих видеоуроков, это тоже для меня очень полезно. Ну и если не подписан, желательно бы подписаться, для того, чтобы получать уведомления о новых, полезных и интересных видеоуроках по обработке фотографий. Ну и не потеряться нам с тобою на больших просторах интернета. Ну, а с вами, как всегда, был Серджо. Желаю вам творческих высот, всем добра и мира. Пока-пока, до следующей встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok